Трудности и нюансы при проведении процедуры банкротства физического лица. Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, юрист-эксперт в списании долгов через банкротство, опытный арбитражный управляющий, много велодел по всей России и завершала со списанием долгов. В деятельности решения проблем с долгами 2015 года. В этом выпуске я поделюсь с вами и расскажу честно, с какими трудностями на практике встречаются многие банкроты при списании себя долгов через установленную законопроцедуру. Честно расскажу о том, что процедура банкротства может продлеваться и своевременно не завершится, а также с какими трудностями многие банкроты сталкиваются при получении денег в процедуре, а также какие нюансы влияют на своевременное завершение процедуры и списание долгов. Досмотрите от выпуска до конца, самое интересное будет в конце видео. Если информация вам будет полезна, поддержите меня, поставьте лайк, а если возникнут вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Итак, с какими трудностями сталкиваются многие банкроты на практике? Об этом, кстати, молчат многие юристы. Начну с того, что процедура банкротства может продлеваться по разным причинам. Что это значит? Что когда суд вас признал несостоятельным банкротом и вел процедуру, как правило, вводится она сроком до 6 месяцев, предположим, дата судебного заседания по рассмотрению отчета финансового управляющего по вашему делу назначена на 15 декабря 2021 года. И в эту дату суд может не завершить процедуру. Тем самым, процедура банкротства продлевается. Какие причины могут служить этому факту? Ну, во-первых, это организации торгов финансовым управляющим. Чтобы продать имущество банкрота, напомню, за исключение единственного жилья, если оно не в ипотеке, ну, предположим, это автомобиль. Финансовому управляющему нужно направить запросы в государственные органы, выявить этот автомобиль, его оценить, подготовить положение продажи этого автомобиля, подать это положение в арбитражный суд. Суд утверждает это положение, и только потом финансовый управляющий организовывает торги посредством прямых продаж, как правило, это актуальность и стоимость имущества до 100 тысяч рублей, или посредством электронных площадок. Срок организации торгов может варьироваться, плюс-минус 3-6 месяцев. И не всегда финансовый управляющий успевает провести торги, продать актив до даты завершения процедуры. И пока финансовый управляющий не продаст актив, а если вдруг имущество никто не покупает, тогда финансовый управляющий предлагает это имущество в качестве отступного кредиторам, выжидает определенный срок. И только после того, как пройдет срок, финансовый управляющий может передать имущество обратно должнику и готовиться к завершению процедуры банкротства. Исходя из практики, как правило, во многих процедурах, если есть имущество, если финансовый управляющий организовывает торги, процедура банкротства может продлеваться. Вторая частая причина, которая способствует тому, что процедура банкротства не завершается своевременно в установленную дату, это не рассмотрены все требования кредиторов. Пока не будут рассмотрены все заявления ваших кредиторов, суд процедура банкротства не завершит. Пару нюансов. С момента признания вас несостоятельным банкротом все требования к вам могут быть рассмотрены только в деле о банкротстве. Соответственно, ваши кредиторы могут подавать заявление о включении своих требований к вам в реестр только в процедуре банкротства. Зачем они это делают, подают заявление, чтобы включить свои требования в реестр, в надежде получить хоть какую-то копейку при завершении процедуры вашего банкротства за счет продажи имущества или за счет разницы между прожиточным минимумом и вашим официальным доходом. Поэтому пока суд не рассмотрит все требования кредиторов, процедура банкротства будет продлеваться. И на практике часто суды назначают дату судебного заседания по рассмотрению требований того или иного кредитора после даты, когда должна завершиться процедура. Следующая причина, которая встречается на практике, почему своевременно процедура банкротства не завершается, это финансовым управляющим получены не все ответы из государственных органов. Как правило, государственные органы отвечают финансовому управляющему в восстановленный срок. Но может возникнуть и такое, что финансовому управляющему своевременно государственный орган не ответит, или ответ затеряется, или еще какие-то причины послужат тому, что не все ответы из государственных органов финансовый управляющий получит к завершению процедуры. И тогда, как правило, финансовый управляющий подает ходатайство о продлении процедуры банкротства в связи с тем, что у него не все ответы есть на руках. Процедура банкротства не может завершиться, пока финансовый управляющий не представит суду ответы из ряда государственных органов, как, к примеру, Росреестр, выписка из ЕГРН, ГИБДД, ГИМС, Гостехнадзор и так далее. Или же на практике причинами продления процедуры могут быть, что суд ушел на больничный, в отпуск, на карантин, или у финансоуправляющего не хватает конкурсной массы денег для завершения процедуры, к примеру, приставы списали деньги в счет кредитов и долгов после признания гражданина несостоятельным банкротом. Плюс ко всему возможная процедура реструктуризации долгов. Напомню, что суд может ввести дополнительную процедуру, она называется реструктуризация долгов, и срок общей проведения процедуры также может увеличиться. У меня есть отдельное видео на тему реструктуризации долгов, кому интересно разобраться, что это за процедура, посмотрите, ссылка на этот ролик будет в описании. Зачем я вам рассказываю всю эту правду? Я хочу, чтобы вы знали и настраивались изначально, что процедура банкротства может растянуться и затянуться по разным причинам, независящим от юристов, от финансоуправляющего, от вас. К сожалению, интернет пестрит информацией о том, что гарантированно спишем долги за 3 или 6 месяцев. Однако я вам говорю правду, что по разным причинам процедура банкротства от 6 месяцев по срокам, которые установлены с законом, может растянуться на больший срок. И если вы знаете об этом, вы к этому готовы, вы ждете, когда завершится процедура банкротства, и итогом будет списание всех непосильных долгов. Следующая трудность, с которой сталкиваются многие банкроты при проведении в отношении себя процедуры списания долгов через банкротство, это получение денег в процедуре. Многие граждане получают кто-то пенсию, кто-то официальный доход. А с момента признания вас несостоятельным банкротом, когда суд вынесет соответствующее решение, действует ограничение в получении денег. А именно, все счета и карты будут заблокированы, абсолютно все, деньгами распоряжается в процедуре банкротства финансовый управляющий, а вы получаете только прожиточный минимум на вас и ждеменцев при наличии. Так какие сложности тут могут возникнуть? Дело в том, что когда все счета и карты заблокированы, просто так свои кровные деньги вы не снимете. Здесь нужно или распоряжение от финансового управляющего получить на снятие той или иной суммы, или финансовый управляющий самостоятельно снимает нужную вам сумму. В связи с этим многие банкроты в день своей заработной платы, либо пенсии не получают деньги на руки. Так как или финансовый управляющий, долго снимая денежные средства, такое часто происходит на практике, или готовит небыстро установленное распоряжение, чтобы вы сняли ту или иную сумму. Поэтому здесь моя рекомендация. Еще до заключения договора с юристами, еще до подачи документов на банкротство, заранее узнавайте, как вы будете получать деньги в процедуре и в какие сроки. Я как работаю со своими клиентами и моя команда. Еще на бесплатной консультации разъясняем клиентам, как они будут получать деньги в процедуре. Мои юристы контролируют получение денег клиентам в процедуре банкротства. И ваши юристы, если вы уже с кем-то работаете, должны это контролировать. Потому что многие финансовый управляющие на практике не шевелятся и не спешат выдавать распоряжение или снимать деньги. И даже если финансовый управляющий своевременно подготовил вам распоряжение, опять же здесь есть некие трудности. Вы идете в банк, вы даете это распоряжение. Банк проверяет распоряжение и судебный акт. Далее через несколько дней плюс-минус идет разблокировка счета и вам через кассу выдаются денежные средства. Как правило, если у вас Сбербанк, с ним проблем нет. Но есть иные банки, с которыми также могут возникнуть сложности. Многие банки не выдают деньги по распоряжению финансового управляющего. И тогда выход только один. Сам финансовый управляющий едет в банк и снимает деньги. Опять же, на практике многие банки могут проверять те документы, которые им представил финансовый управляющий до недели, а то и более. Поэтому знайте заранее, что могут возникнуть трудности в получении денег при процедуре банкротства. Даже если контролировать финансового управляющего, все равно есть определенные нюансы в получении денег в процедуре. И эти ограничения установлены законом. И если вы об этом знаете, вы вооружены и к этому готовы. Чуть-чуть вам потерпеть, чуть-чуть пожить в ограничениях. Однако при завершении процедуры с вас будут списаны все долги и все ограничения снимаются. Вы сможете получать и полный ваш доход официальный, и все счета и карты сможете разблокировать. Следующая трудность, с которой многие банкроты на практике сталкиваются, это финансовый управляющий не выплачивает и не исключает из конкурсной массы какие-то льготы, субсидии, пособия. Скажу честно, какие-то доходы и выплаты, как, к примеру, прожиточный минимум на вас и на ваших иждивенцев, финансовый управляющий исключает самостоятельно. Или, предположим, алименты или пенсии по потере кормильца. Однако иные какие-то выплаты, как, к примеру, ЕДК, ЕДФ, либо командировочные, финансовый управляющий может отказаться самостоятельно их исключить из конкурсной массы. Но не нужно отчаиваться и переживать, выход есть. Можно подать ходатайство, заявление в арбитражный суд и попросить суд исключить те или иные выплаты, пособия или льготы. Следующая трудность, с которой сталкиваются многие банкроты на практике, пишут мне об этом в комментариях, либо задают вопрос на прямых эфирах, либо говорят об этом на консультациях. Что уже в отношении их дел идет процедура банкротства, и что финансовый управляющий выявляет имущество их супруга или бывшего супруга. Или выявляет то или иное имущество и хочет организовать торги и его продать. Да, так оно и есть. Финансовый управляющий, напомню, выявляет имущество не только ваше, делает запросы соответствующие государственные органы, но и вашего супруга, в том числе и бывшего супруга. Если у вас был развод более трех лет назад, с момента принятия вашего заявления к производству, когда суд принял определение принять ваши документы и назначить дату первого суда, тогда финансовый управляющий, как правило, не делает запросы по вашему бывшему супругу. Какие трудности возникают на практике? Либо сам банкрот не знал о том, что будут выявлять имущество его супруга или бывшего супруга, и в панике, что делать, помогите, будет продажа имущества. Или банкрот сам забыл, что за ним зарегистрирован тот или иной объект. Как пример, у меня на практике был случай, что бабушка-пенсионерка, божий одуванчик, забыла тот факт, что за ней зарегистрирован земельный участок, и его пришлось продавать. Благо, никто его не купил, и этот участок остался за должником. Или на практике встречаются ситуации, когда даже сам банкрот продал свое имущество или его супруг, однако покупатель не переоформил это имущество на себя. Такое часто происходит с автомобилями. И чтобы избежать каких-то сюрпризов с имуществом вашего или вашего супруга, что я рекомендую? Сделать запросы по вам и по вашему супругу в государственные органы, чтобы юрист проанализировал все документы еще до подачи в арбитражный суд. А также знать вам нужно, что все имущество, которое куплено в период брака и оформлено на вашего супруга, даже если он не банкрот, включается в конкурсную массу и продается. Целью того, чтобы часть отдать вашему супругу, а часть, чтобы ушло в счет погашения ваших долгов. Следующая трудность, достаточно важная, с которой сталкиваются многие банкроты при возбуждении в отношении себя процедуры списания долгов, это то, что при завершении процедуры у суда или у кредиторов встают вопросы о добросовестности банкрота. Кредитор или финансовый управляющий может подать заявление о не списании с вас долгов. Также суд по собственной инициативе, если улечит вас в злоупотреблении, может не списать с вас долги. Что касается финансового управляющего, то последний, как правило, подает заявление о не списании долгов с банкрота, если он действует со стороны кредитора. Если ваш кредитор первым подает на ваше банкротство. Так вот, если кредитор подает заявление о не списании с вас долгов, то кредитор должен доказать обстоятельства, это также уместно и для финансового управляющего, обстоятельства, предусмотренные пунктом 4 статьи 213.28 закона о банкротстве или злоупотребление правом с вашей стороны, статья 10 гражданского кодекса. Как на практике проявляется эта недобросовестность? И какая может быть недобросовестность, которая доказывается кредиторам или финансовым управляющим? Предположим, вы предоставили недостоверные сведения суду или финансовому управляющему. Предположим, вы скрыли, что за вами зарегистрировано какое-то имущество или не передали имущество на хранение и продажу финансовому управляющему. Или же кредитор подает заявление о не списании долга и доказывает, что при оформлении кредита вы подделывали документы и представили недостоверные сведения. Ключевое слово «докажет». Или же, когда вы набирали кредиты или иные какие-то обязательства, у вас не было возможности их гасить. Вы специально их набрали и пошли в банкротство. Как правило, на практике кредиторы подают заявление о не списании долга к дате завершения процедуры банкротства, к дате последнего суда. Как правило, так. Как этих трудностей избежать? Ну, во-первых, проанализировать все обстоятельства вашего дела еще до подачи документов в суд. В идеале, этими вопросами должны заниматься эксперты, юристы. Я не рекомендую заниматься самолечением. Однако, какие важные аспекты, на которые стоит обратить внимание? Те кредиты, которые вы взяли, это обычные потребительские кредиты. Нет ли того факта, что вы взяли целевой кредит, но потратили деньги не на ту цель, на которую брали? Ну, на практике это встречается нечасто, но имеет место быть. Далее, чем вы планировали погашать, когда брали ваши кредиты и обязательства? Был ли у вас источник дохода? Официальный или неофициальный? Далее, еще до подачи документов в арбитражный суд запросить все справки в государственных органах, которые будет запрашивать по вашему делу финансовый управляющий, и их проанализировать. Также, все ли сведения, все ли достоверно вы указали в заявлении о несостоятельности банкротства? Что немаловажно. Многие, к сожалению, думают что-то скрыть, про что-то не написать, о чем-то забыть. Однако, я рекомендую, и это подтверждается практикой, не скрывать информацию от финансового управляющего и от арбитражного суда. Хочу подвести итоги по этой теме. Да, при проведении процедуры банкротства могут возникнуть незапланированные трудности и сложности. Да, что-то может пойти не по плану. Однако, я вам разъяснила, с какими часто на практике трудностями можно столкнуться, и что нужно сделать, чтобы этого избежать. Или быть готовыми к тому, что могут быть такие трудности. Чуть-чуть потерпеть, зато итогом завершения процедуры банкротства у вас будет полное списание всех непосильных ваших долгов и обязательств. Благодарю за просмотр этого видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео, или записывайтесь на бесплатную консультацию.